Книга «Открытым оком», пятый том. Вопрос 1465. Взаимоотношения. «Какие ваши отношения с новым епископом Алтайской епархии Максимом Дмитриевым? Что он за человек? Лучше или хуже епископа Антония, который был здесь и умер в возрасте 41 года?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Встречался с новым епископом только один раз. У нас была хорошая встреча с ним, но дальше не заладилось. Он такой оградой себя окружил, что за год так и не смог к нему пробраться. С епископом Антонием дело было проще. Он обедал у меня на дому, и я в любое время мог к нему прийти и часами беседовать. Но вот стали поступать сведения, прямо ошеломляющие. Другие случаи, о которых писалось в газетах, страсти по Максиму. Не знаю, насколько верно. Кавычки открываются. Церковь страсти по Максиму. В Алтайской епархии не утекают страсти. Владыка Максим вслед за знаменским женским монастырем опечатал свято-никольский храм. Причем знаменский подвергли ревизии на знамение. А копилки Никольского проштампованы епархиальной печатью 18 декабря, накануне Николина дня. Это, похоже, вместо престольных служб в этих храмах. Сразу после праздника 20 декабря в Никольский храм пришли с описью. Проверка проводилась под руководством отца Алексея, племянника епископа. Как-либо прокомментировать происходящее он отказался после долгой паузы, сказав «Без благословения не буду». В храме находились и другие священники, но и они не могли ничего сказать. Для некоторых священнослужителей ситуация и вовсе оказалась откровением. Сами были удивлены. Подобные ситуации, как правило, разъясняют прессе секретарей епархии. Но теперь эти должности свободны. Епископ же на просьбу объяснить свои действия и тем самым пресечь слухи. Отвечает молчанием. Все средства из самых посещаемых храмов города поступают напрямую в епархию. Строительство в монастыре и в Никольском храме остановилось. Говорят, что все средства владыка собирался направить на завершение в здание духовного училища. Но нет на этой стройке никакого оживления. А по слухам, деньги владыка отправил в Москву или в Тобольск, вместо его прежней службы, за епископство. Монахи не в Знаменском, а там в основном старушки живут, теперь бедствуют. Уехал из Барнаула отец Феодорит, священник Знаменского монастыря. Ему было назначено жалование тысяча рублей. Так что он даже и квартиру снять не в состоянии. Поговаривают, хотел владыка снять крест с отца Михаила Капранова, но не сделал этого, то ли потому, что появилось письмо в защиту отца Михаила, подписанное известными в Барнауле людьми, то ли и вправду звонок из Синода был. За что он снял наперстный крест с настоятельницы Знаменского первый раз? За то, что не встретило его, опоздавшего к службе. Был подобный случай и с прежним. Покойным теперь епископом Антонием тоже опоздал. Тихо вошел в боковую дверь, переоделся и вышел на службу. Неприятно писать о дрязгах в епархии. Хотелось бы хоть здесь видеть доброе и чистое. Кавычки закрываются. Московский комсомолец на Алтае, номер 52, 25 декабря 2002 года, по 01.01.2003 года. Но вот этот случай задевает близкого мне человека. Вот как отец Павел рассказал отцу Нафанаилу, и какой материал из этой статьи получился. Новогодний подарок епископа Максима. Подарок в кавычках. В кавычки открываются. Накануне Рождества Христова в Алтайское представительство ЧАЭС поступило письмо от пиеромонаха Нафанаила Судникова, священника Русской Православной Церкви за рубежом, которое редакция посчитала необходимым опубликовать с незначительными сокращениями. 30 декабря 2002 года произошел необычный случай в Барнаульском епархиальном управлении. Был запрещен в священнослужении священник Павел Ермоленко из города Камин-на-Абий, в видении которого находилось четыре прихода каменского благочиния, запрещение священнослужения со времени назначения на Барнаульскую кафедру нового епископа Максима Дмитриева. Факт довольно обычный, но необычная причина, по которой был запрещен отец Павел. Священнику был поставлен в вину подрыв авторитета патриарха, поскольку некоторым православным он прочитал информацию о явлении патриарху 28 октября 2002 года святого Пеодосия Печерского. Информация о видении помещена в интернете на сайте АРИ, агентства русской информации. По сообщению этого агентства патриарх Алексий передал дословно то, что он услышал от старца Игумена. «Отпали от Бога ты и многие братья твои, и к дьяволу припали», — произнес святой. «И правители Руси, не правители уж суть, а кривители, и церковь потворствует им. И не стоять вам по правую руку от Христа, и ждет вас мука огненная, скрежет зубовные страдания бесконечные. Аще не опомнитесь, окаянные. Милость Господа нашего безгранична, но слишком долг для вас путь к спасению. Через искупление бесчисленных грехов ваших, а час ответа близок». После этих слов видение исчезло, оставив совершенно оцепеневшим Ридигера, который никогда ничего подобного не испытывал. Более того, всегда со скептицизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах. Вскоре после этого патриарху якобы сделалось плохо. Те, кто оказывал ему первую помощь, утверждают, что больной едва слышно шептал. «Не может быть, не может быть!» Алексия рассказала в своем видении, пребывая в состоянии крайней подавленности. По версии источника, позже немного придя в себя, патриарх заявил, что где у него были галлюцинации, сообщает сайт. Поскольку никаких опровержений на появившуюся информацию не поступало, отец Павел понял, что так оно и было. Однако епископ Максим решил отстоять честь любимого патриарха и наказать крамольника. И хотя отец Павел готов был даже публично покаяться, если будет официальное опровержение, но поздно. Несмотря на все просьбы отца Павла объяснить его вину, привести православные каноны, которые он нарушил, объяснить причину беззаконного физического насилия, никто ничего внятно сказать не мог. Между тем, вопиющей была и сама воспитательная процедура в отношении священника Павла. Его тут же в епархии, вопреки всякой законности, раздел лично сам епископ, и несмотря на то, что отец Павел пытался сопротивляться, не позволил уйти. Силой отобрал личные вещи отца Павла. Старинный наперстный серебряный крест, рясу, диктофон. Неприятное зрелище происходило при трех свидетелях. Протоиере Александре Войтовиче, священниках Константине Метельницком и Николая Гордиенко. Отец Александр Войтович даже, напротив, убеждал отца Павла не противиться процедуре раздевания и отбирания личных вещей епископом. Но главная причина наказания все-таки другая. Статья о патриархии, которая послужила поводом к расправе, отец Павел прочитал своим прихожанам всего за несколько дней до разбирательства. Епископ же несколько раз повторил благочинному отцу Николаю Гордиенко, что наказать непокорного нужно было раньше. За что? Вот за что. Отец Павел осмелился пойти против общего мутного потока московской патриархии и начал приводить церковную жизнь на своих приходах в соответствии с Библией и православными канонами. Начал учить прихожан священному писанию крестить только полным троекратным погружением все таинства и требы совершать бесплатно и только для верующих, запретил всякую торговлю в церковной ограде, то есть стал делать то, в чем присягает каждый епископ и священник перед рукоположением на кресте и Евангелии. Но если все священники, зажатые в тесные рамки экономической зависимости от епископа, вынуждены становиться клятво преступниками ради послушания епископу, то после семи лет священнослужения у отца Павла совесть проснулась. В его душе произошел переворот, и он решился во всем следовать Евангелию и православным канонам, а не только прихоти начальства. Но все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофею 3.12 Для Барнаульской епархии произошедшее событие исключительной важности, потому что церковная жизнь здесь вращается в основном вокруг финансовых склок между епископом и священниками, которые не хотят делиться. То это битва в Новоалтайске в 1996, где разошлись интересы епископа Антония и некоторых богатых и заслуженных в кавычках священников. То это мышиная возня вокруг денежных ящиков в Знаменском монастыре и в Никольском храме, о которой недавно писала одна из краевых газет. То это попытка епископа Максима убрать с доходного места настоятеля Никольского храма отца Михаила Капранова. И в происшедшем случае с отцом Павлом мы видим, что удивительно разногласия не из-за школьных интересов, а на идейной почве. Нужно ли жить честно и исполнять Христовы заповеди, или в первую очередь заглядывать начальству в рот, как это повелось на Руси, как это, к сожалению, принято и в православной церкви среди учеников Христовых. Несмотря на все скорби, отец Павел не унывает. Даже если не придется больше служить священникам, то у него останется то, чего отнять не сможет никто. Он будет проповедовать о Христе, о Евангелии, об истинном православии, во всей его красоте и святости. И помешать ему не смогут ни епископ Максим, ни даже патриарх с президентом, ни другие враги прямой и честной жизни во Христе. Кто знает, может, и придет такое время, когда русская православная церковь начнет пробуждаться, когда пройдет эпоха корыстолюбивого и трусливого духовенства, выпестованного советской властью в пробирках КГБ и в православных храмах, и на просторах России зазвучит смелая христианская проповедь и начнется истинное покаяние в русском народе, возрождение умирающей русской нации, ибо для Слова Божия нет уз. От редакции в Барнаурской епархии нам сообщили, что в настоящее время владыка Максим находится в отъезде. Тем не менее, редакция надеется получить комментарий епархии к опубликованному письму отца Нафанаила и изложить противоположную точку зрения на имевшие место события. Кавычки закрываются. Честное слово, номер 3, 15 января 2003 года, страница 25. В разумление под Новый год от епископа. Не будем спорить, разбор внутрицерковных дрязг на миру, а судачат везде и в храмах, и в редакциях газет, и на улице, наносит огромный ущерб авторитету священников, церкви, и самое страшное, подрывает веру. В общем-то, и без того еще зыбкое, возрождаемое в какие-то последние 10 лет, религиозное чувство. Но недоумение и растерянность внутри епархии столь велики, что служители культа вынуждены обращаться за помощью и поддержкой мирские газеты. То, что произошло в епархии накануне Нового года, иеромонах Нафанаил Судников оценил как беспредел. Иеромонах Нафанаил I из имеющих церковный сам пожелал говорить открыто, не скрывая своего имени. У него есть защита. Зарубежная православная церковь. У служащих в Алтайской епархии, подчиненных владыке Максима, защиты нет. 30 декабря 2002 года в стенах епархии произошел еще один конфуз. Был запрещен в священнослужении священник Павел Ермоленко из Камня-Наби, в видении которого находилось четыре прихода. Владыка вменил ему в вину подрыв авторитета патриарха. Отец Павел действительно прочитал своим прихожанам статью, в которой рассказывалось о явлении патриарху Алексию, святого Феодосия Печерского, укорявшего за отпадение от Бога, потворство правителям и бесчисленность грехов. О своем видении патриарх рассказал нескольким приближенным лицам незадолго до того, как с ним случился удар. Алексий был потрясен, Ибо, несмотря на свой высокий церковный сан, воспринимает религию скорее как традицию и ритуал, нежели на самом деле хоть во что-то верит. Обратим внимание читателей на закавыченность предыдущего предложения. Это цитата из статьи, помещенной в интернете на сайте Агентства русской информации, АРИ. Информация, как видим, не секретная, общедоступная. За два месяца с момента ее появления опровержения со стороны патриарха или его доверенных лиц не последовало. Сокращенный вариант интернетовской статьи и читал своим прихожанам отец Павел. Священник, кстати, выразил готовность принести публичное покаяние, если эта информация о патриархии не верна. Владыка Максим взялся между тем защищать достоинство патриарха, буквально распиная достоинство отца Павла. Владыка кричал, срывал со священник Ариасу и наперстный серебряный крест. Отбирая личные вещи, Владыка обнаружил диктофон и стал еще страшнее в своем гневе. «На кого работаешь?» Собирался вызвать то милицию, то психушку. Заметка о патриархе стала лишь поводом к расправе с каменским священником. Суть же конфликта в том, что отец Павел набрался смелости и начал приводить церковную жизнь в своих приходах в соответствии с Библией и православными канонами. Он начал учить прихожан священному писанию, крестить полным троекратным погружением, все таинства и требы совершать бесплатно и только для верующих, запретил всякую торговлю в церковной ограде. Ведь церковь – это некоммерческий концерн, и соблюдать нужно правила православной церкви, а не финансовые указания церковных чиновников. Высокое духовное лицо в Алтайской епархии вразумляет и учит своих фасомок по-иному. О вовсе не духовной манере общения владыки Максима известно уже давно, но, как говорится, выносить ссор из избы боялись. Алтайская епархия ходит нынче, втянув голову в плечи. Неизвестно, на кого следующий упадет гнев епископа. За церковными стенами все напряженно и нервно. В епархии введены новые методы управления. Докладные, объяснительные, допросы по любому поводу. Поручение собрать компромат на неугодных, оскорбления. Каково? Многие сейчас проходят проверку на нравственную прочность. Кто-то выдержит, кто-то сломается. И уже ломаются, сдаются, предают. Кто-то от греха подальше бежит из Алтайской епархии. Ушел отец Феодорит. Подали заявление о выходе за штат священник Знаменского монастыря, отец Анатолий и настоятельница матушка Надежда. Вынуждена была уйти, получив самое нелепое обвинение. Редактор газеты Алтайская миссия, Вера Варсина. Епископ постепенно формирует штат из родственников и близких из Тобольской епархии. Но за наших, признаться, обидно. Их руками и нервами восстанавливались храмы на Алтайской земле. Их усилия способствовали тому, что люди потянулись к вере. Так за что? Итога у этой истории может быть два. Либо епископ, либо епископа. Извините за чисто мирской расклад. Это уже строки исключительно от редакции. Но владыка Максим – боец, в кавычках. Судя по всему, в схватках закаленный. Страдающая сторона выигрывает, на наш взгляд, только если объединиться. Один иеромонах Нафанаил из зарубежной церкви ситуацию не переломит. Вообще же конфликт достиг такого накала, что вскоре всего, что скорее всего разрешится только в Москве, в Синоде. Даша Кузьмина. Московский комсомолец на Алтае. Номер 1-2. 2003 года. Страница 12. Вершины в наше время не для всех. У каждого по рвению житье. И лезем мы из гордости наверх, являя всем исподнее свое. Любой бы на пророка был похож, не променяя служение на уют. И правду отовсюду гонит ложь. Любовь святую распинает блуд. Нам стало тесно, не туда растем. Что высота, когда желанно шире. И потрясаем попусту перстом, не делая ни шагов для души. И вроде проповедуем о том, и, кажется, радеем за страну. Откуда же гамора и садом? Откуда направление ко дну? От нас, от нас, и только лишь от нас, ведущий и ведомый слепый глух. Какая вечность! Подавай сейчас! Какое царство! Плоть попрало дух! 1 февраля 2001 года, Санкт-Петербург, иеромонах Роман Матюшин. Санкт-Петербург, иеромонах Роман Матюшин. иеромонах Роман Матюшин. Санкт-Петербург, иеромонах Роман Матюшин. Санкт-Петербург, иеромонах Роман Матюшин. Санкт-Петербург,